Приветствую вас, поскольку проблема, точнее вопрос, который вы задаете, не первый, и вы сами говорите о том, что несколько раз много задавали вопросов, то начать мне бы хотелось с того, что свой предыдущий вопрос вы не решили, то есть вы задали платный вопрос, но лучше ответ не выбрали. Я не думаю, что это хорошо, потому что эксперты старались, эксперты отвечали, тратили свое время и знания на то, чтобы вам помочь. И было бы справедливо, если бы вы все-таки перечитали, а может быть и переслушали бы ответы, там не только я аудио ответ даю, и все-таки постарались бы выбрать лучший ответ, но просто уважение к людям, которые стараются вам помочь. Далее, вы описываете, вот вы говорите, что ситуация поменялась, и я должен здесь, наверное, вас разочаровать. То есть в действительности ситуация не поменялась. Молодой человек, он не изменил своего отношения. Молодой человек как продолжал использовать вас, как бы даже может не использовав, а знаете как, действовать в своих интересах. Он так и действует. Он как приходил к вам, когда ему удобно и выгодно, так он к вам и приходит. Он как полностью контролировал отношения с вами, так он полностью и контролирует. И то, что вы пишете, что ситуация изменилась, это, к сожалению, не совсем так. Вот вы говорите, я хочу быть с ним. Это здорово. Это кое-что уже, но простите. И вот здесь я не знаю, как вам лучше будет это все сказать. Вы хотите с ним быть, для чего? Ольва, например, с вами быть не хочет. Вы спрашиваете, значит, ваш вопрос. Я хочу быть с ним, но не знаю, как правильно поступить. Значит, ну если мы исходим сейчас из того, что вы хотите с ним быть, то, получается, самое главное для вас это не потерять контакт с человеком. Самое главное для вас не потерять связь с человеком. Самое главное для вас полностью, совсем его от себя не отпугнуть сейчас. Вот если он говорит, что уже не хочет быть с вами, уже связочки стараются от вас отвязаться, а вы его вроде бы как не понимаете. Но это, вообще-то говоря, очень тревожный знак. Это тревожный знак, потому что это значит, что мужчине вы уже надоедаете. И если вы ходите месным, то правильным поступком, правильным поведением для вас будет такое поведение, при котором вы перестанете ему писать. Пристанете его куда-то звать. Станете воспринимать то, что он вам говорит, то, что он делает, не серьезно. То есть, вот до тех пор, пока он как-то по отношению к вам себя проявил, вы это услышали, увидели и сразу, ого, а может быть, может быть, а может быть вдруг у меня что-то, например, с ним получится. А вдруг он наконец-то обратит на меня внимание, думаете вы. А вдруг что-то там изменилось, например, тоже можете вы подумать. Так вот это не так. Видите ли, проблема заключается основной в том, что мужчина не изменился и не изменит свое поведение. Оно у него такое, какое удобно ему. Оно у него такое, какое интересное ему. Оно у него такое, какое полезно, выгодно ему. И он не собирается его менять. Почему? Потому что это не в его интересах. И вот до тех пор, пока вы для себя вот этих моментов не поймете. До тех пор, пока вы будете снова и снова постоянно ждать, что мужчина к вам придет. Мужчина, ну, не знаю, изменит свою позицию по отношению к вам. А ситуация будет, по сути, ну, происходить, я думаю, по кругу. То есть она будет просто в нос и в нос, как бы, вращаться вокруг одного и того. И вот, вы человека ждете, вы его понемножечку забываете, а понемножечку его забывая, вы вроде бы как его отпускаете. Потом он на себе напоминает его слово, а без него, например, не можете. Так вот, это говорит о том, что у вас, к сожалению, зависимость. Вы не хотите быть с ним. Я понимаю, вы хотите быть с ним. Но простите, что происходит сейчас? Сейчас вы недовольны. Сейчас вы не знаете, как вам правильно поступить. А как вы поступали до этого? Так как я описал. И вам это не принесло абсолютно никакой пользы, верно? Верно. Раз это не принесло никакой пользы, так, может быть, и не стоит поступать так, как вы поступали до этого. Может быть, имеет смысл поступать немножечко по-другому? Может быть, имеет смысл поступать так, чтобы, ну, например, чтобы это не было в ущерб вам, а для этого необходимо занимать четкую позицию. А четкая позиция, четкая позиция, а на то и четкая, что она отражает то, что вы хотите быть. Вы хотите быть с ним. Это я уже понял. Но мужчина, у мужчины, вообще так говоря, ну, есть немножечко, знаете, я бы сказал так. У мужчины есть свои интересы. И они, это его интересы, с вашими никак не коррелируются, не соединяются, не пересекаются. Мужчина проявляет к вам внимание тогда, когда ему это хочется. А это значит, что человек, он ненадежный, и рассчитывать на него нельзя, ну, никак, к сожалению. И это значит, что чем активнее вы будете показывать ему свою такую позицию, то есть свою позицию, я имею ввиду такую готовность. Позицию готовности быть с ним, позицию готовности как-то, ну, проявлять к нему симпатию, взвать его куда-то и так далее. Чем активнее вы будете эту позицию занимать, тем, знаете, меньше будет вами дорожить мужчина. А дальше, вот он сейчас уже говорит о том, что вы его достали, он сейчас уже говорит о том, что вы его, как бы, раздражаете, и что он знает, как от вас отрезаться. Вот вы и постарайтесь подумать, вы хотите, чтобы это все было так? Действительно ли вы хотите, чтобы это все было так? Вы подумайте, хочется ли вам, чтобы мужчина относился к вам так? Конечно, вам решать, как быть, вам решать, ну, как вы устраиваете свое поведение. Но если вы спрашиваете у нас, то это значит, что ваше собственное поведение вам не нравится. Ваше собственное поведение вас не устраивает. И это значит, что ваших собственных ресурсов вам не хватает. А раз вам собственных ресурсов не хватает, значит, вы вынуждены обратиться к нам. Ну и тогда, раз так, постарайтесь прислушаться к нашему мнению и сделайте так, как говорим мы. Я не говорю, слушайте всех. Естественно, это было бы, наверное, неправильно. Неправильно слушать прямо вот вообще всех. Но слушайте тех, чье мнение ближе к вам. Точнее, даже не так. Слушайте тех, кто ориентирован именно на вас. На то, что вы хотите. На то, что вам важно. На то, что вам самое главное, чтобы от этого было меньше вреда. Я думаю, это, знаете, такая, ну как это лучше правильно сказать. Я думаю, что это такая общая стратегия поведения. Вашего поведения. А теперь, когда мы этот момент с вами рассмотрели, давайте попробуем все-таки как-то, вот знаете, так, подробно, поэтапно рассмотреть то, что у вас произошло. Ну, первая часть вашего сообщения, значит, как можно повторять то, что вы уже перед этим писали и нового в себе ничего не несет. Поэтому я ее опущу. Пожалуй, новое начинается с того момента, когда вы решились принести ему ключи. Привести ему ключи. Значит, вы говорите, я решил привести ему ключи, но он негатив этого воспринял. Он говорит, что не надо возвращаться сейчас, что вдруг он придет к другой девочке, и если я приеду, он со мной больше не заговорит. То есть, получается как? Мужчина не воспринимает вас серьезно. Мужчина знает, что вы можете, ну, по крайней мере, так, вытекает из вашего сообщения. Мужчина вас не ценит, мужчина собирается встречаться с другой девочкой, при этом он знает, что вы можете приехать. Вот эта вот, его фраза больше не заговорит, понятно, не лучше, но, тем не менее, посыл именно такой. То есть, вам для себя нужно понять, что мужчина, зная, что есть вы, рассчитывает встречаться с другой девушкой. Настолько он вас, видимо, ну, так, не исключенит. Далее. Все говорит прямо, что ему нравится с вами спать, и вы не встречаетесь. От общих друзей вы узнали, что после этого он им сказал, что не знает, как от меня отвязаться, что прямым текстом говорит мне, а вы действуете по-своему, что просто со мной спите. Вот здесь, ну, тоже момент такой, на мой взгляд, весьма, весьма показательный. То есть, человек откровенно высказал вам свое отношение. Человек сказал вам, что его интересуют с вами только интимные отношения. Хорошо это или плохо, мы сейчас говорить не будем. Потому что это все-таки, ну, оценочное суждение, а нам оценочные суждения, ну, знаете, ничего хорошего здесь не дадут. У мужчины, у мужчины, у вашего мужчины, условно говоря, такая позиция. И сказать, что эта позиция будет другой, сказать, что эта позиция поменяется, сказать, что эта позиция как-то изменится, ну, к сожалению, нельзя. Почему? Потому что мужчину пока все устраивает. И до тех пор, пока его все устраивает, он будет так себя вести. И, к сожалению, к сожалению, вы сами приложили руку к тому, чтобы эта позиция стала реальной. В принципе, если бы вы поставили себя так, что мужчина, например, знал бы, что вот если он, ну, например, ну, например, если он вас теряет, теряет, если вы перестаете общаться, то что это, это, ну, совсем. А он знает, что вы все равно вернетесь. Он все равно вернетесь. Так и зачем, зачем тогда напрягаться им? Ведь боятся потерять то, что действительно можно потерять. А поэтому молодой человек вас потерять не боится. И совершенно непонятно, как вы относитесь к этому, к тому, что он готов, значит, встречаться с другой девушкой. При этом он готов встречаться еще и с вами. И правильно ли я здесь вас понимаю, что вы согласны, ну, своему мужчину делить? То есть вы соглашаетесь, по сути, на вторую роль. Ну, или, лучше сказать, на не единственную роль. Так, наверное, будет более правильно. И сразу возникает к вам встречный еще один дополнительный вопрос. А чем обусловлена, чем обусловлена такая ваша позиция? Что заставляет вас соглашаться на не единственную роль женщины в жизни мужчины? Какие у вас мотивации, какие у вас мотивы? Вы считаете себя недостаточно ценной для мужчин? Вы считаете себя недостаточно привлекательной для мужчин? Или что? Что заставляет вас соглашаться на роль второго класса? Не очень я хочу сейчас на этот момент для меня понять. И надеюсь, что вы сможете его прояснить. Потому что это очень важно. Ну, вообще-то, говоря, вот пока, по впечатлению от того, что вы написали, ну, я могу предположить, что вы не уверены в себе очень сильно. И эта неуверенность в себе, она не дает вам покоя, не дает вам возможности воспринимать себя всерьез. Дальше, значит, вы сказали ему, что на следующий день, что да, мы договаривались, и он мне дорог, как человек, и все хорошо. Что это значит? Что это значит, что вы договаривались? О чем ты договаривались? Он могу, как человек, но вы с ним спите. Как-то это вот тоже не коррелируется, не совпадает между собой. Вы говорите ему то, что он хочет услышать. Но вы сами, видимо, об этом не верите, и сами так и не считаете в душе. Больше ничего с ним на контакт пишите вы, в итоге он сам начал мне писать звать куда-то, ну и так далее. Вы встретились и переспали опять. Но вот здесь ваша ошибка. То есть мужчина привык, что вы все время проявляете к нему внимания. И это при том условии, что он ничего серьезного, ну скажем, пока так, ничего серьезного с вами не хочет. Это тешит его самолюбие в любом случае. То есть в любом случае самолюбие его это тешит и ему нравится, нравится ваше внимание. Далее, вот вы перестаете напоминать о себе, и сразу он начинает вам, ну название его сразу начинает вас куда-то, куда позвать. Развлекает вопрос, что заставляет мужчину так себя вести. Ведь, казалось бы, свою позицию он обозначил достаточно четко, что ничего серьезного, только секс. Может быть, только секс ему от вас и нужен, потому что вы все-таки перестали отначить то, что он хотел, то, что мужчина хотел, он в итоге получил. Может быть так, но тем не менее. Если вопрос только в сексе-сексе, то секс он мог бы получить где угодно и не обязательно от вас. Он предложил получить его от вас. Возникает вопрос, почему именно с вами он хочет спать, а не с кем-то другим. Это вопрос интересный, и на эту тему можно очень долго гадать. Потому что мужчина, скорее всего, сам не знает, чего он вообще хочет. И раз так, раз мужчина не знает, чего он хочет, вам так как-то жить нужно, а его поведение, оно пока только делает, что оскорбляет вас. Значит, вам нужно заниматься свою позицию и просто-напросто говорит мужчине, что если он хочет, чтобы вы были с ним, то пусть уделяет внимание только вам и ни с кем другим больше не встречается. Иначе вы будете расценивать это как измену и больше с ним встречаться не будете. Это не конкретная рекомендация на тему того, что вам нужно делать. Это скорее стратегия вашего поведения. Правильная стратегия вашего поведения. Дальше. Я потом его не поняла. Пишите вы, мы на такси ехали с его друзьями. Он меня на колени посадил. Давай то волосы, а то волосы уткнется, то поцелует, то греет руки, а потом прочитается со всеми. Он догоняет и целует меня. Ну, мужчине определенно нужна была в тот момент, мужчине определенно была нужна женщина рядом. И определенно мужчина хотел, ну, может быть, для друзей, своим друзьям показать, какой он может быть, каким он может быть, лучше, наверное, так сказать. Каким он может быть. Может быть, мужчина хотел просто побыть в женском обществе. Ну, то есть, в вашем обществе, по сути дела. То есть, то, что он делал, он делал это скорее для себя. Это очень, очень органично вписывается в то, что после вы с ним общались пару дней, вы позвали его в кино, он подсказался, общались, чтобы я приехал, но ему все некогда. То есть, мотивация быть с вами у него резко спала. На днях узнал, что в тот день он вернулся с девушкой. Друзья говорят, что они знают, вроде они встречаются. Это значит, что мужчина, то ли для своей будущей девушки, как-то практиковался в своей нежности и в заботе и в уходе. То ли, может быть, друзьям решил показать, что он умеет обращаться с женщиной. Вы сделали вид, что не знаете ничего и сказали, и сказали, что я не понимаю его, и если он больше ничего не хочет, то пусть сразу скажет. Но он вам уже сказал, он сказал, что хочет с вами только спать. И если вы соглашаетесь на времяпровождение, которое не обязательно включает в себя секс, то это не значит, что мужчина должен еще вам что-то пояснять. Он уже сказал, что он не хочет ничего серьезного с вами, а хочет только спать. И простите, если мужчина говорит, что ему некогда встретиться с вами, с женщиной, при этом вы знаете, что у него есть другая, то этим вы тоже унижаетесь. Вот тем, что вы сделали вид, что не знаете ничего, вы унизились, тем, что вы спросили ему, сказали ему, вы тоже унизились. Далее, вы спросили, друзья ли мы, и если что, он может на меня положиться над этим, что да, мы друзья, и для вас спасибо. То есть ему интересно ни к чему не обязывающее отношение. Ну, ничего серьезного мужчина от вас не хочет. Он и сам, возможно, ничего серьезного вам дать просто-напросто не может. А вы его поведение воспринимаете, ну, как, знаете, как проявление, как подтверждение ваших надежд. Но то, что вы желаете видеть, и то, что есть на самом деле, к сожалению, две большие разницы. И вот зачем, я хочу вас спросить, зачем, для чего вам такая постоянная тотальная нестабильность, постоянная неопределенность, постоянное тотальное, я не знаю, тотальное стремление, игра в одни ворота и так далее, ради чего вы все это делаете? Постарайтесь все-таки сами ответить себе на этот вопрос. Но вы сами ответите себе на вопрос, зачем вам такой мужчина, который с вами, в общем-то, серьезно быть не хочет, которого интересует только секс и не более того. Далее, значит, на ваш вопрос я ответил, как вам нравится поступить. Я не понимаю, почему не отпускает меня. А вы ему нужны для хорошего, ничему не обязывающего времяпровождения тогда, когда удобно ему. И зачем отпускать ту, которая может это отдать. Ну, если человек может получить то, что ему нужно, если человек может брать для себя то, что ему нужно и, простите, брать чуть ли не постоянно, то есть, когда захотел, тогда и взял, так кто, простите говоря, будет отказываться от такого? Ну, я думаю, что отказываться такой будет только тот, кто, ну, вообще-то не любит себя и не ценит себя. Именно поэтому человек вас не отпускает. Он поступает эгоистично. Но он поступает в рамках своих интересов. В рамках своих интересов. А вы в своих интересах не поступаете. И это большая проблема. Далее, вы пишите, я очень эмоционально устала, но понимаю, что пока что не готова закончить все это. А на что вы надеетесь? На что вы рассчитываете? Что мужчина будет с вами? Но он уже с вами не будет, потому что он уже вас делит. На данный момент человек уже вас делит. И если он вас делит, то он всегда будет вас делить. Потому что вы уже в его сознании способны занимать не единственное место для него. И если вы готовы быть не единственным, то для мужчины это очень большой соблазон. Для мужчины очень большой соблазн использовать еще кого-то для себя. Далее. Еще он чувствует ко мне что-нибудь или это просто инстинкт и меня просто использует. Если мужчина что-то и чувствует к вам, то это скорее, знаете, легкая симпатия. Ему с вами хорошо, но ничего серьезного к вам он не испытывает. И да, он, к сожалению, вами пользуется. Это совершенно очевидно. И мы вам об этом говорили. Мы говорили вам о том, что мужчина вами пользуется. Говорили вам эксперты об этом в прошлый раз. Говорили вам эксперты об этом в прошлый раз. И я понимаю, вы надеетесь на то, что это будет не так. Но, тем не менее, к сожалению, это именно так пока что. И надо сказать, что так будет до тех пор, пока вы свое поведение все-таки не поменяете и не станете более четко, более значимо защищать свои интересы. Александр, я думаю, что вам, поскольку вопросы у вас появляются регулярно, лучше выбрать одного эксперта и консистироваться с ним. Тем более, что вы задаете платные вопросы, значит, денежные средства у вас есть. Поверьте, гораздо продуктивнее будет, если вы выберете какого-то одного эксперта и с ним лично, конкретно будете обсуждать то, что вас волнует. Чем вот так вот задавая вопросы, вы будете получать много разных мнений. И эти мнения, они будут различаться и в итоге будут носить раздрай еще больше в вашу чувственную ткань. Это, опять же, моя рекомендация, но я думаю, это самое правильное решение будет для вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!